Комментарий после матча. Главный тренер команды Родины М. Филипп Соколинский. Филипп Саныч, с победой. Ваш комментарий краткий по сегодняшней встрече. Спасибо за поздравление. Также от нашего тренерского штаба хотели поздравить и болельщиков Родины, и футболистов. Хорошая игра была, обойду острая. Нам нравятся такие соперники, которые играют в открытый футбол, стараются играть в атакующий. Предыдущая команда была звезда из Санкт-Петербурга, которая тоже много моментов создавала в течение этих пяти игр. Да, и с нами. Хорошая игра была. И сегодня у Боженька была на нашей стороне. Да, у нас Никита Павлов оставил нас в игре в конце. Два эпизода выхода 1 на 1. У Торпеды было и в конце. А волею судебы и замены сработали. Арсений Хорин отдал проникающую хорошую передачу. И Шао забил с неудобной ноги. Хороший мяч. Так что спасибо всем пацанам за сегодняшнюю игру, за самодачу, за терпение и заслуженная нам победа. Парни прибавляют от матча к матчу, это видно. Как нашли вот эти вот ключики, пазл к тому, чтобы ребята прогрессировали? Ну, это не в зависимости от результата. Они прибавляют здесь и в игровых каких-то аспектах, и в терпении, и в виде наборств введения этих моментов. Здесь, да и не то, что ключик, здесь больше их заслуга. Мы им даем какое-то направление, даем некие, так сказать, жизненные ценности, да, чтобы парни до конца дорабатывали каждый свой эпизод, начиная с тренировочного процесса, да, выходя на поле, да, заканчивать тренировку. Это не после свистка, когда они ушли и все, и по домам. Они ходят на заминку, ходят в зал, относятся правильно к восстановлению. Не всегда, не всегда, но в этом направлении, конечно, они растут, становятся уже не маленькими, а уже большими профессионалами. Вот, и это все складывается на игре, когда есть хорошие эпизоды, целостные уже гораздо дольше этих эпизодов мы видим. Вот, и сейчас две победы ребят заслужили, и сейчас следующий у нас есть в Тверь, где также хотелось бы и хорошую игру продемонстрировать, и добиться положительного результата. По поводу замен, вы выбрали некую выжидательную тактику, потому что гостей уже провели несколько, а мы еще нет. Это было вот с чем связано, чтобы посмотреть, как игроки замены у гостей войдут в игру? Да нет, это не было связано с игроками торпеда. Просто те футболисты, которые были на поле, хорошо играли. Но и те ребята, которые были на замене, на замене тоже провели хороший недельный цикл, и тоже должны были выходить, может быть, чуть раньше, но тяжело было кого-то выбрать, вот, кому будем делать замену. В той игре у нас Елизаров провел хороший отрезок, выйдя на замену. Сегодня он вышел только там в конце, такую тактическую замену сделали, он заслужил, наверное, больше, но ребята не давали никаких моментов, чтобы их заменить. Поэтому здесь от соперника точно мы не отталкивались, от игроков, от тех, кто был на поле.